Вечерова Владимир продолжает свою работу и сегодня у нас в студии директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мазалев. Здравствуйте, Алексей Станиславович. Здравствуйте, Елена. Алексей, во-первых, для нашей области вы человек новый, не так давно, ну всего три месяца, правильно, вступили в должность? Да, сегодня как раз три месяца. То есть ровно три месяца, практически юбилей, можно сказать, три месяца. Поэтому хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о себе, не так много в средствах массовой информации известно о том, о вашей предыдущей работе, как, что, как вообще, с чего начался ваш путь в медицину, расскажите. Это история, с одной стороны, интересная и увлекательная. Она началась с моих друзей, одноклассников в школе, которые не пришли работать в летний период, убирать сено. И мне пришлось это делать длительное время самому. И когда они появились гордые тем, что они подали документы на вступление в медицинское училище Красногорское, я был, с одной стороны, удивлен, а с другой стороны, для меня это было тоже потрясение, почему они меня не пригласили. Я за компанию пошел с ними поступать в Красногорское медицинское училище. Но, как оказалось, это выбор был правильный, и до сих пор я обожаю эту профессию, профессию медика. Ну, смотри, то есть, по сути, учась в школе, там, в детстве, быть врачом, это не было мечтой? У меня бабушка была медицинской сестрой, она лечила, известно, кстати говоря, людей, это Георгий Константинович Жуков, маршал Победы, это Валентина Ивановна Терешкова, вот, это и известнейший военный хирург Сан Саныч Вишневский. Ну, поэтому с детства и фотографии, и рассказы бабушки об этих выдающихся людях, конечно, это, ну, одна история, когда я понимал, что медицина многое может, и, так скажем, по стопам я не предполагал, я хотел быть военным летчиком, вот, но друзья мои вот так круто изменили судьбу, я им за это благодарен. Но после училища как раз была военная академия, так? Да, у меня была попытка поступления в московский вуз, я не смог поступить, и пошел в российскую армию, отслужил два года, ну, без малого два года, и, собственно говоря, со срочной армией подал документы в военно-медицинскую академию, это уникальное учреждение, которое находится в Санкт-Петербурге, оно до сих пор принимает ребят, которые могут поступить туда и со службы военной, вот, и так получилось, что в числе ста желающих военнослужащих, мы туда приехали на поступление, я был зачислен туда. Это тоже большое для меня событие, которое я, наверное, могу сказать, как одно из глав своей жизни. Ну, это одно из лучших, да, насколько я знаю, медицинских учреждений нашей страны, а потом, вот, вообще считается, что военный врач – это, ну, более такое серьезное образование, чем просто медицинское, или, может, я ошибаюсь? Есть специфика в военной службе, военная медицина, исторически так сложилось, что она дала ростки всей традиционной сегодняшней медицины, и система здравоохранения, это, собственно говоря, корнями уходит в военную медицину. Поэтому, безусловно, не так давно отмечали 200-летие военной медицинской академии – это старейшее заведение учебное, которое хранит традиции, и в том числе и курсантские традиции. Поэтому причастность, принадлежность к военным медикам – это, ну, поддерживающая сила, это некий стержень жизненный. Безусловно, те ребята, которые прошли эту школу, они испытывают и гордость, и уважение, и они всегда, встречаясь в разных обстоятельствах, и во Владимире, кстати говоря, я встретил многих военных медиков, и принадлежность к альмаматору, к военной медицинской академии – сразу тебя роднит с этим человеком. Но я знаю, что вы занимались не только практической медициной, но и научной деятельностью. Да, я закончил аспирантуру, очную аспирантуру при Российской академии медицинских наук, так она раньше называлась. Вот, дальше ее объединили. Вот, и я учился и защищался в Институте реаниматологии имени Владимира Александровича Неговского. Это известнейший крефей реаниматологии науки, который, собственно говоря, стал ее основателем. И благодаря ему появилось такое направление, как реанимация, собственно говоря, потому что он поставил и философский вопрос о возможности попытки после остановки сердца запустить его заново и оживить, дать возможность мозгу и человеку жить. И вот это пять минут, которые всем известны, то окно, когда даже после остановки мы предпринимаем все попытки, чтобы оживить человека, это, собственно говоря, его заслуга. Поэтому моя научная деятельность тоже состоялась вот в этом уникальном заведении. И я там, да, после окончания аспирантуру три года защитился. Ну, я думаю, теперь нашим зрителям более-менее понятно, кто сегодня стоит у руля нашего департамента здравоохранения. Вы прошли прям вот, да, путь, можно сказать, от среднего звена медицины, ну, если медучилище, я имею в виду, так потихоньку, потихоньку. И вот так. У нас уже есть звонок зрителя, он возвращает нас непосредственно во Владимирскую область. Давайте ему ответим. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Когда вызываешь врача на дом, что врач должен, обязан сделать там? Посмотреть горло, прослушать легкие. Месяц назад у меня поднялась температура, кашель был. И с первой городской поликлиники пришел участковый терапевт Соловьев. Вот он не захотел взять бахилы одеть, я ему предлагала, сказал, что мы не имеем права одевать ваши бахилы, хотя они были новые. Посидел в прихожей на табуретке, записал жалобы, листочек с назначениями дал и ушел. Вот не прослушал ничего, не посмотрел горло, вот может быть сейчас какие-то изменения. Спасибо большое. Назначения помогли? Нет, мне через два дня пришлось еще раз вызывать врача и сказали, что от кашель были выписаны не те. Спасибо за ваш звонок. Как я понимаю, как нужно встречать врача, с одной стороны пациента, с другой стороны, что должен сделать врач? Врач называется именно тем специалистом, который должен помочь. Если контакт, сегодня это модное слово услуга, я предпочитаю по старинке говорить о том, что прием пациента. Когда прием пациента не привел к даже пусть небольшому на улучшение его состояния, то, безусловно, качество такой помощи, оно не заслуживает ни уважения, ни доверия. И, безусловно, если врач пришел к пациенту, который ждет его прихода, и сразу же не установился контакт, да, то, ну, можно предположить, что и лечение, как и оказалось в данном случае, будет не очень эффективным. Вот. Безусловно, врач должен сделать то, чему ему обучали, это уроки про педевтики, и он должен осмотреть всего пациента. Не только больной орган или на что жалуется пациент, он должен его осмотреть с ног до головы, кожные покровы, померить температуру, посмотреть слизистые. Вот эти, по сути дела, не сильно затратные вещи позволяют врачу создать алгоритм, по которому он выстраивает предварительный диагноз. И уже на основании вот этого предварительного диагноза он может рекомендовать либо дополнительный перечень обследования, либо уже схему лечения лекарственными препаратами или физиопроцедурами. Тогда это, безусловно, будет какой-то эффект. Другое дело, что бывает, что и сегодня мы знаем, что большая нагрузка, особенно в весенне-зимние периоды, когда есть большой поток жалоб на острореспираторные заболевания. Тем более был пик заболеваемости. Да, и бывает, что коллеги в силу большого объема работы вынуждены делать именно определенные шаги по обследованию и назначению того лекарственного препарата, который поможет пациенту. Но, безусловно, он должен и контролировать это лечение или давать рекомендацию обратиться к своему участковому врачу для дальнейшего контроля. Бесконтрольное лечение – это тоже тот элемент, который должен быть исключен сегодня, потому что пациент, раз обратившись, он не должен быть потерян для участковой поликлиники, для участкового врача. Он должен отследить, чем закончилось его заболевание, и это важно ему, как самому профессионалу, как любому из специальностей. Если человек начинает строить дом, он должен увидеть, чем это закончилось. Если он начинает печь торт, то он должен накормить и увидеть реакцию. И точно так же врач, если к нему обратился, участковый пациент, он обязан отследить ситуацию, если то лечение, которое назначено, пошло на пользу, безусловно, радость от работы своей будет. Мне кажется, так. У нас еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я хотела бы задать вам вопрос. Когда региональные льготники получат бесплатные лекарства, конкретно астматики? Спасибо большое за ваш вопрос. Что касается лекарственного обеспечения, есть большое количество на этот счет и комментариев, и обращений, связанных и сегодня на законодательном собрании. Мы обсуждали как раз проблему лекарственного обеспечения, каким образом обеспечить поступательное, плановое, бесперебойное обеспечение населения лекарственными препаратами, в том числе, безусловно, и средствами для произволевания органов дыхания. И здесь нужно понимать, что сегодня средства для лекарственного обеспечения доведены и до медицинских организаций, и департаментом осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов. И если ситуация, связанная с назначенным лекарственным препаратом, пациенту, относящимся к льготной категории граждан, вызывает затруднения в его получении, необходимо сразу обратиться на горячую линию департамента. Телефоны можно посмотреть и на сайте департамента, и даже, ну, либо позвонить в приемную департамента, либо подъехать, можно, да, уточнить этот вопрос. В ручном режиме этот пациент будет в ближайшее время обеспечен необходимым лекарственным препаратом. То есть, говорить о том, что это массово по всей территории, такую информацию департамент и главные врачи не располагает, и такой ситуации у нас нет. Причины, которые возникают у пациентов, они зачастую бывают связаны с механизмом, которым мы обеспечиваем закупку лекарственных препаратов. Это 44-й федеральный закон, в рамках которого учреждение при появлении пациента, которому нужно купить льготное рекаство, должно провести ряд процедур закупочных. И во времени эта процедура может достигать до 2-3 месяцев. И тогда этот рецепт попадает в категорию отсроченных. Но и здесь есть механизмы, инструменты у главного врача для того, чтобы решить проблему этого пациента. Это и контракты до 100 тысяч, это и возможность с коллегами провзаимодействовать. Если в одном учреждении этот препарат есть в аптечном складе, то есть механизмы, которые позволяют быстро решить эту проблему. И мы, собственно говоря, в ручном режиме это тоже выполняем. Поэтому звонок очень важный и нужно обязательно, я рекомендовал бы обратиться сегодня же на горячую линию департамента. Или написать можно на сайт департамента, или приехать в департамент. И мы вашу проблему, безусловно, возьмем и решим. Ну то есть, по сути, как я понимаю, что если отказывают, не нужно разворачиваться, уходить и ждать. А нужно сразу об этом сигнализировать, и тогда проблема будет решена. Безусловно. Вообще, такие слова, как отказ в помощи, они неприемлемы ни в каком варианте. Поэтому, если сталкивается тот или иной житель Владимирской области с тем, что врач ему отказывает в лечении, это сигнал как минимум для либо главного врача этого учреждения, но уж точно для департамента это должна быть ситуация, которая молниеносно должна решаться. Понимаете? Поэтому эти вещи недопустимы. Другое дело, что иногда пациенты обращаются к врачам с уже рекомендацией неких других специалистов. Понимаете? И это тоже известная ситуация, потому что сегодняшнее действующее законодательство говорит о том, что ответственность юридическую, уголовную, ну и профессиональную несет лечащий врач. И он не может назначать лекарственный препарат по указке. Если он обеспечивает лечение, он отвечает за него своим, реноме, своей репутацией. И вот в этом случае, конечно, нужно, чтобы было понимание со стороны и пациентов, и медицинских работников. Взаимодействие, контакт. Еще есть у нас один звонок телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела задать вопрос Алексею Станиславовичу. Недавно с учениками мы были на встрече с руководством Приволжского исследовательского университета. Интересует такой вопрос. Достигнута ли договоренность между департаментом и вот этим университетом, его руководством по увеличению количества целевых направлений для нашей Владимирской области? Потому что до этого момента было всего лишь, например, на лечебный факультет 5 целевых направлений для нашей Владимирской области. Мне кажется, это очень мало. Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Самый больной, наверное, да, вопрос? Ну, это не самый больной вопрос. Во-первых, огромное спасибо родителям, потому что те, кто приехали, там была выставка интерактивная, организованная представителями университета. Там это где? Поясните, чтобы не всем телезрителям. У нас прошли дни открытых дверей университета и планируется дальше проведение встреч и с Рязанским медицинским институтом, и с Ивановской академией. То есть эта череда будет продолжаться в плановом порядке. Она прошла на территорию города Владимира, вот, в очень дружественной обстановке. Приехал ректор университета Николай Николаевич Корякин, были его студенты в составе делегации, и был полный зал. Он, может быть, не переполненный был, но полный. И мне приятно просто видеть, что с ребятами приезжают родители. Они, прежде всего, заинтересованы, и они смотрят тот ВУЗ, который сегодня, с одной стороны, предлагает весь набор знаний, да, грубо говоря, профилей, там, профилиризации, да. А с другой стороны, чтобы в этом ВУЗе было и решены вопросы и с жильем, и с питанием, и с возможностью контактов приехать, чтобы дети могли домой. Поэтому Нижегородский университет, он действительно отличается вот такой возможностью, и об этом было сказано на встрече. А что касается целевых мест, нужно понимать, что сегодня распределение идет по федеральной квоте, да. То есть, департамент, понимая первостепенность проблемы кадрового дефицита в медицинских работниках на территории Владимирской области, обратился в Минздрав с просьбой об увеличенном количестве ребят, которые мы хотели бы в 2019 году пригласить, поучиться на врача. Если в 2018 году число таких мест было 77, то в этом году мы направили заявку на 111. Вот. Она сейчас на рассмотрении. То есть, плюс 30 процентов, да? Да. Вот. Ну, будем надеяться, что Минздрав Российской Федерации одобрит нам, понимая ситуацию в Владимирской области. И число мест, в том числе и на бюджетной основе, в Неджегородский, сейчас он называется Приволжский исследовательский медицинский университет, будет увеличено. Я очень на это надеюсь и буду стараться, чтобы это реализовать. Ну, мы еще обязательно вернемся к кадровому вопросу, а пока еще один звонок телезрителя. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу рассказать о своей ситуации. Вот о своей дочке. Значит, ну, так, прелюдия такая. Два года назад она болела, значит, потом больничный закрыли, там есть определенное количество дней. Значит, сказали, что вот нужно идти на комиссию. И заведующий террористическим отделением сказал, и она пришла с температурой, у нее, кстати, значит, она сказала, это ваше субъективное мнение, что у вас температура. И мы тогда, два года назад, обратились к Ильичину Александру Викторовичу. Он нам помог. Мы ходили к пульмонологу, то есть и больничный и праздлив. Здесь налечился еще достаточно долго. И вот в этом году, буквально, вот, значит, две недели назад, у нее было три дня, температура под 40. Значит, она неделю пробыла на больничном, пошла к врачу на прием. Значит, он ей сказал, что вы здоровы, и выписал ее. Значит, у ребенка, ребенок, значит, она, ну, это для меня ребенок, там, у тебя 27 лет, для нас это все за дети. Значит, у нее кашель, она, да, голос у нее сел. Значит, ей пришлось к платному врачу. Вот платное, значит, к платному врачу, назначил ей лечение определенное. Неужели у нас вот такое здравоохранение, что у нас только платно можно обращаться за детской помощью. И как нам посвятить в этой ситуации? Фамилию врача, я знаю, озвучивать не буду. Спасибо большое за Ваш вопрос. То есть, как я понимаю, человек хочет еще на больничном. Выписали с больничного. Вы понимаете, незадача, конечно. Мама говорит о другом, о том, что у того специалиста, у того врача, который принимал пациента с температурой и таким вот образом обошелся, ну, надо ставить вопрос тогда профпригодности. Вот честно вам скажу. Поэтому, если есть возможность передать контакт, да, мы свяжемся тогда с телезрителем, уточним ситуацию сегодня с ребенком, взрослый ребенок, да, я так понимаю, дочка. Да, дочка там 21 год, по-моему. 21 год. Вот, для того, чтобы направить к специалисту, в том числе к Александру Викторовичу, безусловно, он сейчас работает в областной клинической больнице, вот, возглавляет центр пневмологический, и поэтому, безусловно, мы можем направить и в этот центр. Вот, надо разобраться с ситуацией, с такой температурой, чем она обусловлена, а дальше уже решать вопросы с теми документами медицинскими, которые требуются там по месту работы, связанные с ее оформлением больничного листа. Это уже второстепенный вопрос. Первый, все-таки, мне кажется, здесь нужно... Здоровье пациента. Да, безусловно. Ну, и с тем врачом, который таким образом поступил, тоже нужно будет решать вопрос, потому что таким образом оставлять дело нельзя. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Александр Станиславович. Погромче, можно, пожалуйста? Здравствуйте. Добрый день. Александр Станиславович, у меня к вам вот такой вопрос. Муж у меня очень сильно болеет. Связано это с ревматоидным артритом. То есть ревматоидный артрит так распространен у него по всему телу. И я уже даже, знаете, опускаю руки, я не знаю уже даже куда с ним обратиться. Потом, у него вышел из строя коленный сустав, у него давление, у него, значит, с мочевой, с мочой очень плохо, нужно тоже разбираться. В общем, гнойное у нее заболевание. И вы знаете, я уже даже не знаю, куда мне с ним обратиться. Пожалуйста, помогите. Вот такой крик о помощи. Да, однозначно. Вот сейчас же, если можно, после эфира передать контакты. Сейчас же свяжусь. Постараемся организовать. Если специалистов соответствующего уровня не будет на территории города, да, Владимира, то мы быстро, оперативно решим этот вопрос на федеральном уровне. У нас есть федеральные клиники, в том числе, которые занимаются и нейриоматологией. Ну, а после лечения, надеюсь, успешного, будем решать вопрос с патронажем этого пациента для того, чтобы в дальнейшем решить вопрос, возможно, и о проведении операции по эндопротезированию и так дальше. То есть, первая степенная задача, насколько я услышал, это обострение хронического заболевания. Это ревматоидная атака сего сейчас беспокоит. И параллельно решить вопрос с тем набором заболеваний, которые сопровождают тяжелый недуг у этого пациента. Поэтому нужно, безусловно, сейчас определиться о возможностях перевода его с домашнего лечения на стационарное. И если специалисты не справятся, в чем я не сомневаюсь, потому что у нас высокие специалисты высочайшего уровня, то тогда есть возможность, она определена и законом, о переводе пациента в федеральную клинику. То есть, у нас есть ресурсы, возможности помочь этому пациенту. Мы это будем делать сейчас. Спасибо большое. Продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Напоминаю, наш гость сегодня директор Департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мазалев. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 44 40 47. У вас еще есть возможность позвонить к нам в студию, задать свой вопрос. И у нас на линии еще один телезритель. Давайте выслушаем его. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос такого плана. В курсе ли вы в том, что проблема как раз попасть к участковому специалисту, в первую очередь к терапевту, в поликлинике номер один, не говоря уже о узких специалистах, но то, что это было до вас. И как решить эту проблему, чтобы действительно работала, как говорится, гуманная регистратура, чтобы можно было взять талон, не занимать очереди, как некоторые пенсионеры занимают очередь на 5 утра, чтобы попасть просто к стойке получения талона, после этого попасть, соответственно, к стойке регистратуры и, дай бог, попасть через две недели к действительно участковому терапевту. Вот как за две недели можно и не попасть. Вот как этот вопрос будет решаться. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо огромное за вопрос. Действительно, это актуальнейшая тема сегодняшнего дня, и она за один момент, конечно, решиться не сможет. Мы это прекрасно понимаем, и телезритель об этом говорит. Вопрос дефицита кадров остро стоит в наших медицинских учреждениях. Это краеугольная ситуация, потому что мы можем оборудовать всю поликлинику или больницу, завтра же любым оборудованием дорогостоящим. Кто на нем будет работать? Кто на нем будет работать, и как воспитать, и пригласить, и удержать здесь кадры, это, безусловно, та задача, которая стоит сегодня перед департаментами администрации области. Это первый вопрос. Второй момент, что те нормативы, те требования, которые сегодня определены и федеральным законодательством, и территориальной программой государственной гарантии в Владимирской области на 19-й период плановой, определяют жесткое требование к срокам приема врачей-участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики. И наша задача в 2019 году реализовать одну из частей национального проекта по увеличению доступности оказания первичной медико-санитарной помощи. Большой проект, много мероприятий, в себя включающие, разного направления. Это и работа, и с нашими уважаемыми врачами на местах, потому что нужно искать и ресурсы, и высвобождать от ненужной работы, от бумажной рутины, от занесения в сегодняшнюю электронную медицинскую карту информации. Это функционал, который можно смело передать среднему медицинскому персоналу, и они блестяще с ним справятся. Такие методики и такие схемы работы, они уже отпилотированы в разных субъектах, внедрены. И вот по этому принципу, он называется бережливые технологии, внедрены в уже большом количестве медицинских учреждений. На территории Владимирской области есть такая поликлиника в Гороховецкой районной больнице. Там эта методика применена. Это создание так называемой безбарьерной регистратуры, когда человек приходит и может, как в хорошей клинике частной, на рецепшене обратиться с любым вопросом, ему дадут необходимую информацию. С улыбкой. С улыбкой. В доброжелательном тоне интерьер с моршизацией, с указанием направления, куда пациенту двигаться, он должен в течение максимум 5 секунд смочь найти информацию по своему запросу, куда мне идти. Надо ему пройти в кабинет терапевта, он должен взглядом окинуть, увидеть тот или иной элемент моршизации, где будет указана информация. Это сегодняшний день. Поэтому тот национальный проект, который реализуется на территории Владимирской области в 2019 году старт дан по модернизации, по организации работы первичного звена медицинского, одной из задач этого проекта – это реализация уже к 2021 году в 25 поликлиниках этого проекта, а по окончанию, это 2024 год, в 60 поликлиниках. Отдельная история по детству, потому что проект, который предполагал и обуславливал внедрение этого формата работы, он уже год как внедрен. И у нас на территории из 25 детских поликлиник он внедрен уже в пяти. И до конца этого года и начала следующего года мы должны внедрить во все 25 поликлиник и отчитаться об этом, между прочим, в Минздрав Российской Федерации. То есть это на контроле не только у губернатора Владимира Владимировича Сипягина, но и вопрос у министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой. И это неспроста. Почему? Потому что действительно первый контакт, первая возможность, она должна случиться, если по неотложным показаниям в этот же день обращается пациент с каким-то вопросом, он должен по неотложным показаниям, если у него есть какая-то боль, жалобы на боль или какая-то ситуация, связанная с повышением артериального давления, с температурой и так дальше, его должен в день обращения принять, либо этот будет дежурный, либо это по-разному может называться, но он должен быть принят в этот же день. Что касается врача первичного звена, участкового врача, педиатра, терапевта или врача общей практики, то запись действительно должна быть в окне доступности не менее чем 7 дней, поэтому этот процесс нужно отслеживать. Сегодня инструментов по мониторированию доступности в каждой поликлинике, возможности записи к специалистам, к врачам отсутствуют на территории Владимирской области, но такие инструменты реализованы в нескольких субъектах. Называется ситуационный центр, когда органы исполнительной власти, департамент здравоохранения или министерство здравоохранения субъекта организуют у себя в подразделении возможность мониторировать в каждом из структурных подразделений поликлиник свободные записи к врачу-специалисту. И если в этой поликлинике, на этом участке запись превышает чем 5-7 дней, сразу же идет информация руководителю, сразу же информация идет в департамент и принимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы восстановить доступность и обеспечить каждому пациенту возможность получить помощь. Вот это вот та задача первостепенной важности, которую департамент решает уже сегодня, уже сейчас. Спасибо большое. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я хочу обратиться к Алексею Станиславовичу с вопросом. У меня вот такая ситуация, у меня дочери 20 лет. Я говорю или снова говорить? Слышим, слышим вас, говорите. Да, вот, у меня дочери 20 лет. 4 года мы измучились просто, у меня крик души к вам, ради бога, помогите. В общем, дело в том, что у нас постоянно у нее бывают приступы тошноты. Она в 20 лет весит 40 килограмм. Вот, и мы уже обошли всех врачей, и бесплатных, и платных. У нас целая папка обследований. Нас вот гоняют туда и сюда, помощи никакой нет. В общем, слезы и безысходность. Я просто вот, как мать, обращаюсь со слезами к Алексею Станиславовичу. Ради бога, помогите, куда нам деться. И еще, кроме того, она, ваш коллега, она заканчивает медицинский колледж. Вот, но у нас ситуация, мы просто не знаем, что нам делать. Такая тошнота, что она не может кушать, понимаете? Спасибо большое за ваш вопрос. Также не хотел бы давать комментарии по этой ситуации, по разным обстоятельствам. Но если вы оставите свои координаты, мы с вами свяжемся, мы решим эту проблему и направим к определенному врачу-специалисту, в определенный центр, для того, чтобы обследоваться и найти ту схему лечения, которая поможет. Вот, вот, сложный путь. Понимаю, что вот мама сейчас звонит и говорит о том, что многие, кто посмотрел, специалисты, не находят того возможности, той возможности, чтобы определиться и с диагнозом, и с лечением. Пока не готов давать комментарии по мыслям клиническим, да, но думаю, что мы должны связаться, мы должны переговорить и определиться с специалистом, который поможет. Алексей Александрович, но все же ваша основная задача – это стратегическое развитие нашего региона, нашей медицины. Вот за те три месяца, что вы уже находитесь в должности, вы уже познакомились с областью, с состоянием, с уровнем медицины. Вот на сегодняшний день, как бы вы оценили свежим взглядом уровень медицины нашего региона? Понимаю, что вопрос несколько абстрактный, но тем не менее. Ну, конечно, у меня был опыт работы и совместительства в разных регионах. Это и Ленинградская область, где я подрабатывал, и в Санкт-Петербурге, когда учился, и в Московской области работал, и в самой Москве. Поэтому, когда я приехал во Владимир и первым делом в праздничные дни объезжал все районы, то встречал такую ситуацию, что в некоторых клиниках, где главные врачи, видно, ратеют за свое подразделение, за свою больницу, за свой коллектив, складывается очень хорошее впечатление. И это видно, кстати говоря, и по обращениям пациентам, и по решению вопросов, с которыми приходят больные. И есть другие учреждения, где ситуация наколена изнутри, и коллектив в этой ситуации, и пациенты в этой ситуации страдают. И если говорить в целом, то, безусловно, методики, которые сегодня используются в больницах, это второй уровень, да, районные, центральные районные больницы, и в окружных наших больницах, это современные высокотехнологичные методики. Вот, другое дело, что специалистов действительно не хватает, не хватает оборудования, не хватает операционных, где эти методики можно развернуть, использовать. И это тоже задача, которая стоит перед Департаментом здравоохранения. Фельдшерские, акушерские пункты, медицины на селе. У нас 310 фельдшерских, акушерских пунктов на сегодняшний момент, 16 из них аварийных. Не так давно, вы знаете, случилось несчастье в Гусе-Хрустальном, в районе сгорел ФАП, который был в 46-м году возведен, была там угольная котельная. Вот, и сейчас решается вопрос о том, чтобы разработать проектно-сметную документацию в этом году и уже приступить к закупке и строительству этого ФАПа, потому что населенный пункт, в котором прозревают 176 жителей, из них там порядка 24-25 это детишки, вот, конечно, там требуется, чтобы там был хороший современный фельдшерский акушерский пункт. На территории, значит, Петушинского района был в деревне Новая Санино-Док, там отлично построен ФАП, очень приятная атмосфера, и сами пациенты, жители, они гордятся своим медицинским заведением, своим учреждением, ФАПом, они показывают его. Это действительно очень отрадно смотреть, когда и медицинские работники, и население дружны, вот, и заботятся о своем здоровье. Это вот та модель, по которой нам нужно, наверное, развиваться, и которую можно смело рекламировать и показывать как образец. Вот, есть фельдшерские акушерские пункты, которые, ну, требуют действительно вложений, если не под снос, что называется, ну, то хотя бы вложения в части его капитального ремонта. Вот, поэтому впечатления разные, но в целом благодарен тем медицинским работникам, которые трудятся в таких непростых условиях, потому что труд их действительно заслуживает уважения и почета. Ну, понятно, что работы много, исходя даже из сегодняшних звонков телезрителей, в которые кто-то просит о помощи, кто-то просит обратить внимание на взаимодействие, да, врач-пациента. Вот, какие вы видите основные свои задачи на ближайшее время? Первостепенная задача – это кадровая, конечно, решение вопросов. Как мы уже с вами понимаем, да, что оборудование, материально-техническое обеспечение – это важные вехи, но без кадров мы не сдвинемся с этой точки. Поэтому основной упор департамент сейчас делает на программе именно набора кадров, работы с имеющимися медицинскими работниками, с думами над тем, каким образом привлечь медиков с других территорий, с других районов, и привлечь, прежде всего, высококлассных специалистов. Смело могу сказать, что такие идеи, они сейчас есть, они внедряются, мы это видим, мы это используем, мы это перенимаем как опыт. Безусловно, как я сказал, материально-техническое обеспечение и вопросы с информатизацией – наверное, вот эти четыре ключевых момента, на которых нужно будет обращать внимание. Спасибо большое, Алексей Стивиславович, спасибо, что пришли к нам в студию, спасибо за вашу открытость. Напоминаю, наш гость сегодня – директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мазалев. Алексей Стивиславович, еще раз спасибо. До свидания, спасибо. Будьте здоровы.